Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу запуск двух аквариумов по 60 литров для эксперимента «Аквариум полгода без подмен» с Tetra Easy Balance. Если вы ещё не в курсе, что это за эксперимент, то рекомендую посмотреть вводное видео, ссылка на которое сейчас появится во всплывающих подсказках. Напомню, что эксперимент я провожу для себя и для тех, кому интересен реальный итог. Инициатором эксперимента был именно я, а компания Tetra под это дело прислала два аквариума на 60 литров с оборудованием и тумбами Tetra AquaArt 60. Остальное приобреталось в ближайшем магазине и не всегда в хорошем состоянии. Я уже говорил, что мнение будет максимально объективным и результат, каким бы он ни был, будет опубликован. Да и каждый из вас может в любой момент мой результат перепроверить самостоятельно, если по какой-то причине сомневается. Я чётко следую инструкциям по использованию кондиционеров и фиксирую еженедельно параметры воды. Результаты тестов на текущий момент я покажу в сегодняшнем видео и также в описании под видео оставлю ссылочку на онлайн-таблицу, в которую каждую среду буду добавлять результаты еженедельных тестов. Также в рамках проекта на следующей неделе будет видео с информацией о кондиционере Tetra Easy Balance, о том, как пользоваться и о том, как он должен работать. А работает или нет, уже и покажет наш эксперимент. Давайте всё же перейдём к сути сегодняшнего видео и посмотрим, как я запускал эти два аквариума и что использовал. Приятного просмотра. Так как весь декор, состав и численность гидробионтов идентичны, то всё мной озвученное применимо к обоим аквариумам. Цель была запустить самые обычные аквариумы с небольшим количеством неприхотливых растений и рыб, с использованием доступных для покупки в любом магазине декораций и грунтов. То есть аквариумы, которые можно встретить, пожалуй, у каждого второго. Но чтобы не быть совсем банальным, я решил добавить небольшую изюминку. Постарался сделать так, чтобы один аквариум являлся продолжением второго, то есть, чтобы два аквариума составляли единую композицию. Начинаю я с укладки декора. Лава у меня уже была. Это лава дикотоп. Коряги прайм из так называемого железного дерева. Я их предварительно промыл, не вымачивал. Они тяжёлые и прекрасно тонут. Первое время они немного красили воду, но в течение месяца всё это убралось подменами. Вдоль передней стенки я насыпаю песок ЮДЕКО. Конечно, надо было песок предварительно промыть, но я поленился и пожалел об этом. Зато мы теперь видим прекрасную бурю в стакане. Ничего страшного, всё осядет и отфильтруется. Кстати, насчёт фильтров. Я их установил сразу, так как они громоздкие и так проще понять, как лучше располагать декор, чтобы было удобно обслуживать. Несмотря на громоздкость этих фильтров, они удобны тем, что имеют достаточно много объёма для наполнителей. Можно наполнить их на своё усмотрение. Плюс в них можно скрыть водонагреватели. Но нашлись те, кто упрекнул меня в их дороговизне, вроде того, что они не каждому доступны. Друзья, они идут в комплекте с аквариумами Тетра. Даже если их покупать отдельно, то стоимость составит около 1300 рублей. Но ваше мнение я учёл и решил чуть позже заменить их на более компактные Тетра Фильтрджет 600. Эта новинка не во всех магазинах пока есть и стоит дешевле. Обзор на них будет позже. Надеюсь, что в этом я вам угодил. За декор я насыпал питательную подложку Тетра Комплит Субстрат. Далее укладываю для детализации лаву меньших фракций. Вдоль задней стенки сверху насыпаю Тетра Актив Субстрат. Именно там будет высажена большая часть растений. Этот грунт также рекомендуется промывать, потому что при транспортировке возникает пыль. Но так как я ленивый, получаем вторую бурю в стакане. В общем, не делайте так. Заливаем немного воды и переходим к посадке растений. Но это не горячая вода и пар не от неё. Это всё также пыль от непромытого песка. Растения куплены в разном состоянии паршивости. В те дни ещё было холодно. Запускался я 30 марта. Возможно, были замёрзшие. В общем, выжило не всё. Валиснерия и роголистник были более-менее здоровы. Они прижились без проблем. Пара кустов эхинодорусов перебаливали, но сейчас пошли в рост. Анобиасы у меня уже были и также сейчас хорошо себя чувствуют. Элодея была с прозрачными листьями. Собственно, её сейчас не осталось вовсе. На переднем плане я высадил немного, а вот название не помню. В момент подготовки ролика возникла проблема с запоминанием названий растений. Если знаете, то напишите в комментах, буду благодарен. Это растение я один раз подстриг и высадил рядом. В пустом песке растение не очень хочет, но новые листочки появляться начали. Надеюсь, пойдёт в рост. После полного долива воды я добавил кондиционер тетра-аквасейф. Из рыб сейчас мелочь. Неоны и тетра-светлячок. Также в каждом аквариуме по паре звёздчатых анциструсов. Они ещё совсем мелкие и не часто попадаются в глаза. Мне также писали, что рыб мало и они малозаметны. Позже заменю на рыб более крупных, например, барбусов. Позже узнаете причину. Теперь перейдём к замерам параметров воды. Перед тем, как начать пользоваться кондиционером Изи Баланс, нужно убедиться, что аквариум у нас стабилен. А как мы можем это понять? Правильно, по тестам воды. Изначально я сделал тесты основных параметров. Нитрат, фосфат, нитрит, кислотность, жёсткость и карбонатная жёсткость. Результаты вы видите в таблице на экране. Затем меня интересовали в основном нитраты и фосфаты, так как именно на них, по заявлениям производителя, влияет Тетра Изи Баланс. Мне сказал важный момент. Обслуживанием аквариумов я занимаюсь по субботам, а в среду делаю тесты. 4 мая я сделал в этом аквариуме, далее аквариум номер 1. Дали воды с добавлением кондиционера Тетра Аквасейф. Затем впервые внёс Изи Баланс. А в этом аквариуме я сделал стандартную подмену. В среду 8 мая в аквариуме номер 1 тесты показали снижение нитратов и фосфатов в 2 раза. В аквариуме с подменами, далее номер 2, параметры не изменились. Ещё через неделю, 15 мая, в аквариуме номер 1 фосфаты упали до нуля. Уточню, что на тот момент в аквариумах, кроме звёздчатых анциструсов, ещё никого не было. Подложка макроэлементов не имеет, так что нитратам и фосфатам взяться было неоткуда. Затем была куплена остальная рыба, что и отразилось на параметрах воды. В аквариуме номер 1 нитраты остались на прежнем уровне, а фосфаты немного повысились до 0,5. В аквариуме номер 2 параметры повысились более значительно. Далее параметры менялись незначительно, всё отображено в таблице. Пока могу сделать вывод, что нужно добавлять рыб, либо вносить удобрения, содержащие макроэлементы, так как питания растениям недостаточно, хотя по их состоянию этого пока незаметно. Начну с добавления рыбы, так как её явно не хватает, и мелочь теряется среди декора. Если бы в аквариуме не было растительности, то можно было бы ничего не менять. Конечно, нитраты и фосфаты являются пищей для водорослей, но растениям питание тоже нужно. Как уже говорил, о том, как правильно использовать тетра-изи-баланс и как он работает, я расскажу на следующей неделе. Результаты тестов вы сможете в любой момент посмотреть в онлайн-таблице по ссылке в описании. Если интересно, что будет дальше, то подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А я прощаюсь до следующего видео. Спасибо за просмотр.